Аматоры рыбной лоули на лёде социальной сетки Могилёва полнятся фото с дымками рыбаков, которые, не глядяши на нетрывалые надворья, и первые кровки лёд накировались на водоёмы за рыбой. Наша сдымышная группа выехала на Фатинскую затоку с пытанием, кому потребна такая рыбалка и кто отказывает за необдуманный выход на лёд. Таушчиня лёду на водоёмах не склада и трёх сантиметров, а лени, которые экстремалы, иначе их и не назовешь, пошали вудить рыбу. Ледь потягнутая ледяной коркой, Фатинская затока и некольки рыбаков. Ведовише не для слабонервных. Матрос-воротовальник Александр пильно сочит за аматорами рыбной лоули. Зона его отказности 300 метров на пляже. Хотя выход на лёд неокрепший запрещен, санкций не предусмотрено. В Витебской области в том году было, но у нас пока не предусмотрено. Даже своей личной властью я только могу предупредить. Если кто-то провалится под лёд, вы успеете добежать? Будем стараться. Беспечный лёд, говорить в воротовальнике, повинен быть не менее за 7 сантиметров. Прозристый, нерыхлый, с блокитным оттенем. И покуль рають утрыматься от выхода на водоёмы. А лих это всё же пытание сумленности перед собой и своими родными. В Витебской области есть человек, который прогуливал собаку возле реки. Она оказалась на льдине, он попытался её спасти, в результате человека нет. Вот, то есть гибель. Так вот, надо из этого случая, который есть уже, хотя в другой области, нам всем сделать вывод, что нельзя сейчас быть у реки и тем более на льду, который ещё очень тонкий. Я не вижу смысла рисковать своей жизнью за несколько ребёшек. Разом с тем, у областной службы осводных адвуют и батькам, больше пильно сошить за своими детьми, как малые не оказались для воды из лиских берегов. Кристина Каранкевич, Миколай Соболёв, Новинирегион.